Сегодня в Госдуме России во втором чтении приняли бюджет на 2016 год. Он формируется в новых экономических условиях. Какие средства будут выделены на основные программы, нам рассказала депутат российского парламента Алена Аршинова. У нас бюджет программный, поэтому всего у нас утверждена 41 федеральная программа. И сумма финансирования этой 41 программы у нас почти 9 триллионов рублей. Собственно, на две из них было увеличено финансирование. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране и на санкции, на давление со стороны международного сообщества, у нас действительно все-таки бюджет балансированный и интересы наиболее узимых слоев населения у нас защищены. У нас доходы бюджета порядка 13 триллионов 738 миллиардов рублей. Это включая и нефтегазовые, и не нефтегазовые. Они в порядке паритета 50 на 50 фактически. Что касается расходов, то у нас 16 триллионов рублей. 170 миллиардов выделено для увеличения кредитной линии регионам. И для меня очень важно все-таки, что действительно у нас в этом году завершается в 2015 году программа по модернизации систем дошкольного образования, по строительству, ремонту, реконструкции детских садов. И в том же объеме у нас начинается программа по поддержке школ. Собственно, на 50 миллиардов рублей мы предусмотрели на 2016 год. У нас предусмотрено чуть больше миллиарда рублей на строительство бассейнов в вузах. Вы помните, что мы уже попадали в эту программу. И ждем в своей очереди, чтобы в ЧГУ можно было бы построить бассейн в Чувашии. И 3 миллиарда рублей у нас предусмотрено на реализацию мер в сфере молодежной политики. Кроме того, очень важно, что полтора миллиарда рублей предусмотрено на ремонт и реконструкцию спортивных залов в сельских школах. Мы также дважды попадали в эту программу. И, пожалуй, такой привилегии, наверное, ни один регион не пользовался.